Может быть выводил Асмана Имамали, а вышел Трахим. Ну, немножко такое странное несовпадение заявленного имени и реального. Боец из Республики Беларусь Владимир Ермалаев. Владимир Ермалаев. Это спортсмен из Республики Беларусь. Синий угол боец из Турции Осман Имамали. Ну, как назвать будем, не знаю, Осман Имамали или Рахим Тували? Да, российский Осман Имамали, потому что сказал, что написано в первом дате, что не вырубишь топором, но обычно то, что говорится, воспринимается лучше. Поэтому... Осман Имамали. Так, посчитаем, приехал из Турции. Биться против Владимира Ермалаева. Первый раунд! Мы посмотрим, что представляет из себя у бойца. Они как бы темными лошадками являются для большинства, наверное, поклонников смешных единоборств. Знаешь, сразу хочется отметить, что в довольно странных шортах турецкий спортсмен вышел на этот бой. Тут хороший лоу-кик пробивает Ермалаев. Развернул аж Осман Имамали. Пытается в борьбу завлечь турецкий спортсмен. Завлекает. Мы посмотрим, получится ли его или нет. Так, ну что, сейчас поединок проходит возле клетки. Я думаю, все мы это видим. Я думаю, будет важным, да, вот кто сейчас кинет кого-то. Да, у сетки проходит первая часть первого раунда. И сейчас пытается Осман подломить, да, скажем так, своего оппонента. Он подломил, как мы видим, и занимает хорошую позицию. Оказывается, в маунте. Знаешь, вот этот момент показывает нам, что борется Осман лучше соперника. То есть первое, что мы можем понять об участниках этого боя. Однако тут вот все-таки дело происходит в клетке. Здесь можно использовать ее очень своеобразно. Но сейчас, ах, немножко не хватило Ермалаеву, чтобы выйти из этой ситуации, в которой он оказался. И Осман снова сверху, и теперь уже в более удобном положении. Правильно делает Ермалаев, что пользуется клеткой, однако тоже злоупотреблять, наверное, не стоит. Потому что нам нужно стремиться выйти из этого положения, но как-то по-иному. Надеясь только на клетку, наверное, не стоит. Вот сейчас руку отдает, отдает руку Ермалаев. Ермалаев, точнее, забирает, наверное, все-таки ее Осман. Ну, да, обоюдное, наверное, обоюдное действие. И пока вытягивает хорошо, хорошо Осман вытягивает. Нет, Ермалаев. Ермалаев здорово, здорово, контор атакует. Здорово оказывается. И сейчас сам уже может что-нибудь придумать. Ну, знаешь, ведь сложно комментировать такие действия в борьбе. В принципе, мы видим, что Ермалаев, ну, борец не самого высокого уровня, но сконтрить сумел. Оказывается, сейчас неожиданно сверху. Ну, сверху он еще не оказался, он просто в более удобном положении. В более удобном положении, но до юра он сверху находится, как мы видим. Безусловно, безусловно. Ну, там даже не было бокового полного контроля. Так что поднимает Владимир Шамаров бойцов в стойку. И смотрим, что будет дальше. А дальше лоу-кик хороший по внутренней стороне бедра от Ермалаева. Удар с разворота попадает, по-моему. По крайней мере, Осман как-то приунул после этого действия Ермалаева. Не знаю, как приунул, но то, что в стойке Осман бьется не очень хорошо, это, я думаю, очевидно. Потому что защищается Осман специфически от ударов Ермалаева, но борется посильнее. Борется посильнее. Хорошо сейчас занимает позицию сверху. Осман при этом отдает ногу. И сейчас так можно было бы здорово сделать болевой, если бы, я так понимаю, что в арсенале... Нет, он сейчас берет пятку. Берет пятку. Но там немножко, немножко совсем неправильно сделано все остальное, скажем так, со стороны Ермалаева. Там болевой не пройдет никак. Опять, опять пытался вывернуться Ермалаев, в итоге отдает руку. Хорошо тянет, хорошо тянет Осман. Хорошо тянет, по-моему, изгиба не было. То есть он делал прием не на локоть, а... На болель, скажем так. Да, он именно не ломал, а растягивал, да, вырывал, да. Соглашусь с тобой. И вот сейчас классическая попытка, на мой взгляд, ну обычно уже абсолютно, наверное, неправильно сделать болевой на ахилла сухожилия. А сейчас вообще, ты думаешь, работает этот прием? У меня такое ощущение, что уже, по-моему, нет практически людей, которые сдавались бы от болевого на ахилл. Но удивляюсь, что есть бойцы, которые все равно раз за разом пытаются выжить. Знаешь, этот прием считается изобретением российского самбо? Безусловно, прием хороший, вопросов нет. Ну просто его практически все... Просчитали? Во-первых, его просчитали. Во-вторых, его можно перетерпеть. Это больно, но перетерпеть можно. Потом, скорее всего, будет какая-то травма, но в бою это немножко другая история, да, это... Эту травму можно пережить. Другое дело, что если вот травма, которая происходит от скручивания пятки, там уже ее пережить очень тяжело, потому что травмируется колено. Ну, нам не то колено, наверное, голеностоп так же можно... Именно вылетает мениск, и там вот именно чудовищное восстановление, которое может затянуться на 2-3 месяца. Ну и в самом поединке, конечно же, будет больно. Ты понимаешь, опираться на ногу, у которой практически в колене не хватает косточки, можно сказать. Ну, по итогам действия этого болевого. На тренировках его, ну, и ты знаешь, и многие знают, на тренировках его просто запрещают делать. Да, ну, однако же даже на тех тренировках, где его запрещают делать, все равно находятся люди, которые... Ну, да. Люди везде находятся своеобразными. Еще раз лоу-кик. Вот повнимательнее надо, конечно, действовать в Армалаеву и стараться, мне кажется, держаться в стойке. Я думаю, что преимущество тогда будет на его стороне. Ну, и так сложно, да, как оценить первый раунд. Вроде бы Осман переводил Армалаева в партер, да, в то же время Армалаев все время выбирался из этого положения. Еще раз, да, действительно, защита в стойке у Османа, видимо... Вообще, действие в стойке, наверное, не сильная черта турецкого спортсмена. Еще лоу-кик, ну, вот сейчас, ну... Армалаев слишком подпустил к себе Османа. Мог, я думаю, позволить... Мог, точнее, заблокировать, наверное, проход турецкого спортсмена в партер. В результате сейчас еще может очень сильно потерять позицию. Да, в маунте, оказывается, Осман. Будет сейчас атаковать сверху. И делает пока все... Вот именно в партере делает в основном все хорошо. Но единственное, только ему не хватает немножко техники исполнения приемов. Ну, уже традиционное сбрасывание и традиционный, опять же, болевой от Османа. На сегодняшний раз, по-моему, по удаче им взял руку. Видишь, что-то заканчивается что-то, я так не понимаю, этот поединок. Да, абсолютно верно. Осман все-таки в этот раз вытянул уже болевой и... В простом момент сдачи нам не показали, но Осман... Я уже не увидел, как постучал Ермолаев. Но с третьего раза все-таки... Трижды допускал одну и ту же ошибку Владимира Ермолаев. И в этот раз все-таки эта ошибка стала роководельной. В минуте четвертой секунде победу одержал Осман Имамали! Осман Имамали выигрывает победу на... Ну, то есть во втором раунде я не услышал точное время. Так или иначе, Осман Имамали побеждает. Но, честно говоря, будущего данного спортсмена я не вижу какого-то большого. Ну... Наверное. Покажут... Ну, все, видимо, первый раз, поэтому сложно говорить, что Таня... Ну, что ж, дорогие друзья... Переходим к супербою! О какому Иис, хочется спросить... Верь... Верь... Продолжение следует...